Людвиг Минкус – австрийский композитор, скрипач и дирижер, долгие годы живший и работавший в России. Биография Лоизии Бернар Филипп Минкус родился 23 марта 1826 года в Вене, столице Австрийской империи. Его родители были евреи из Моравии, они крестились в католичество и поселились в Вене. Отец Теодор Йоган Минкус был виноторговцем. Он держал ресторан в Вене, в котором выступал маленький оркестр. Окруженный музыкой с раннего детства, Минкус начал заниматься скрипкой с 4 лет, а с 12 лет начинает заниматься музыкой в Обществе друзей музыки в Вене. Первое публичное выступление Минкуса состоялось в 8 лет и очень скоро музыкальные критики признали в нем вундеркинда. Первые произведения для скрипки были опубликованы в 1846 году. Примерно в то же время Минкус попробовал себя в качестве дирижера. В 1852 году Минкус получил место первого скрипача в Венской королевской опере, но вскоре отказался от этой позиции в пользу предложенного места за рубежом. Место, коренным образом изменившего его жизнь, Россия. В 1853 году Минкус переезжает в Санкт-Петербург, где занимает позицию капельмистра Оркестра крепостного театра князя Юсупова. В 1855 году Минкус женится на Марии Антуанетти Шварца в католическом соборе С.В. Катерины в Санкт-Петербурге. Его жена родилась в Вене в 1838 году. С 1856 до 1861 года Минкус работает первым скрипачом в Московском императорском Большом театре. А вскоре начинает совмещать ее также с позиции дирижера. После открытия Московской консерватории был приглашен в нее профессором по классу скрипки. В российский период своей карьеры продолжал выступать как скрипач. В частности, играл вторую скрипку при премьерном исполнении струнного квартета номер один П. И. Чайковского. Как балетный композитор Минкус дебютировал в России в 1857 году, написав балет «Лунин Дэ Тетти Зет Пелли» для частного представления в Юсуповском театре. Во время работы в Большом театре Минкус пишет музыку для одноактного балета «Дэ Джоресон Венис», который был поставлен в 1862 году. В том же 1862 год, Минкус пишет по заказу балетмистера Артюра Сен-Леона антракт для возобновленного в Большом театре балета Адольфа Адана и Жанна Каралли Орфа. Удовлетворенный Сен-Леон заказал Минкусу полный балет и Минкус написал «Пламя любви» или «Саламандру», поставленную 12 ноября 1863 года. Специально для прославленной балерины Марфы Муравьевой в Московском Большом театре, затем 13 февраля 1864 года, в Петербургском Большом театре и наконец 11 июля 1864 года в Париже под названием «Немея». Позже премьера этого балета состоялась 15 марта 1868 года в Триесте под названием «Наш сито делала Фиамма да Амор». Разные названия этого балета очень часто вводят в заблуждение историков, которые порой считают все эти постановки разными произведениями. Затем для новой парижской постановки Сен-Леона Минкус написал балет «Ручей». Балет был поставлен 12 ноября 1866 года. Наконец, в 1869 году, Минкус написал для другого хореографа Мариуса Петипа балет «Дон Кихот» по Сервантесу. И эта работа оказалась исключительно успешна. Через год Минкус получил место первого композитора балетной музыки при дирекции императорских театров. Соавтор Стриспетипа Минкус создал 16 балетов, из которых наибольшую известность получила Бейдерка. В 1890 году Минкус вернулся в Австрию, где и прожил оставшиеся годы жизни. Основные сочинения – «Дон Кихот», «Золотая рыбка», «Фиаметта», «Бейдерка», «Волшебные пилюли», «Камарга», «Калькабрина», «Фетидо» и «Пелей». Наиболее известные вставные номера в балетах других композиторов – вариация «Жизель» в балете «А», «Адана», «Жизель», «Детский полонез» и «Мазурка», «Гранд Пасс» и «Фрагменты Пасс Де Тройс» в балете «Эдиль Диве Пахита». Музыка «Л.Ф. Минкуса» также была использована в балете «Корсар» вариациями «Доры» в сцене «Оживленный сад». Минкус хорошо чувствовал специфику балетного театра, обладал высоким профессионализмом. Его балеты, наполненные жизнерадостной, мелодичной, ритмичной музыкой, до сих пор входят в репертуар ведущих театров России и мира.